Вы в курсе, что в ближайшие дни Адлерский район станет центром внимания и притяжения Тысяч туристов в Красной Поляне идут всемирные военные игры не за горами и инвестфорум Здравствуйте, я Инга Габеша и на канале ФКТ программа «В курсе» в этой студии Мы говорим на самые разные темы, затрагивающие интересы всех сочинцев Как район справляется с поставленными задачами и что в Адлере делается на благо местных жителей Мы спросим у вновь назначенного главы Адлерского района Сергея Петрова Сергей Иванович, здравствуйте Здравствуйте Вы в Адлере, если можно так выразиться, человек новый, не так давно пришли на должность заместителя главы района И вот новое назначение, были ли готовы к такому повороту дел? Ну если откровенно, конечно, я готов к этому не был Но в то же время работа для меня не новая И те задачи, которые перед нами ставит глава города Анатолий Николаевич Пахомов Они общеизвестны, это жизнеобеспечение, это благоустройство Это комфортность проживания наших жителей в нашем районе И поэтому понятно, что это трудная задача, но в то же время решаемые, мы их будем решать То есть район уже изучили, можно сказать, поняли? Ну, понять и изучить район сложно, но в то же время уже многие задачи, вернее, многие моменты, которые встают передо мной, они мне понятны, видимы и осязаемы И изучить район, конечно, в полной мере я еще не изучил, но в то же время уже многое знаю и многое понимаю Привести город в порядок в короткий срок, такую задачу Анатолий Пахомов поставил перед всеми главами районов Адлер у нас под особым контролем, как обычно, вот в последнее время Миллионы туристов, которые приезжают на курорт зимой, все устремляются в ваш район Красная Поляна, Олимпийский парк, сегодня еще всемирные военные игры Как справляетесь с вопросами санитарного порядка и благоустройства? Ну, вопросы санитарного порядка, они, в принципе, были налажены в нашем районе И особо, как бы сказать, нововведений делаться не собирается Это муниципальный контракт, это, соответственно, работа с хозяйствующими субъектами То есть это и торговля, и другие базы отдыха, и санатории С ними эта работа проводится ежедневно Мероприятия мы проводим в виде мониторинга То есть заходим, просим, разговариваем, уговариваем и благоустраиваем территории Что касательно эмеретинской неизменности Там тоже у нас все понятно И задачи, которые Анатолий Николаевич определяет Они выполнялись и будут выполняться в должном мере Конечно, много вопросов, которые еще надо решить и по санитарии И есть очень много, к сожалению, непонимания наших жителей В вопросах приведения своих дворов в порядок Вопросов приведения прилегающих территорий к этим дворам Много непонимания есть и с торговлей, которая, к сожалению, у нас ведет себя иногда непонятным образом Но на это тоже есть свои рычаги, которые мы применяем И, соответственно, порядок будет наведен И задачи, которые ставят перед нами, будут выполнены Ну вот действительно, мы сейчас упомянули, да, и о таких вопросах, как внешний вид тех же торговых объектов Кубку конфедерации, ко всему прочему Глава города также потребовала привести к единому архитектурному облику Все дома гостевых зон Вот о каком объеме идет речь и какие части Адлера попадают в гостевую зону? Ну, на самом деле, правильно вы говорите И заметили о том, что нас ожидает ряд серьезных международных мероприятий Которые мы обязаны встретить достойным образом И выглядеть, соответственно, на международном уровне тоже достойно Очень много было сделано еще в период до Олимпиады Мы практически охватили 95% наших домов и домовладений Которые привели, соответственно, к единому архитектурному облику Есть у нас такое выражение Но, к сожалению, конечно, все это уже из-за нерадивого отношения наших жителей А где-то и предпринимателей Это все уже начинает приходить в неподобающий вид Вот работа с этими жителями, с этими предпринимателями Сейчас ведется усиленным образом Это у нас наши сотрудники администрации Раскреплены за улицами, за объектами И с каждым проводится беседа Соответственно, дается ему соответствующее предписание Которое он должен выполнить Именно по приведению его к единому архитектурному облику Значит, главой города определено приоритетное направление Это где-то сейчас у нас 35 улиц Которые мы должны сделать таким образом Чтобы они выглядели практически идеально Соответственно, по этим 35 улицам Раскреплены также наши сотрудники Которые сейчас получили паспорта По архитектурные паспорта И по этим паспортам уже ведется работа По приведению этих объектов Которые у нас не соответствуют к единому этому облику Архитектурному Ну вот первичные мониторинги уже прошли Каковы результаты? Что нужно еще сделать? Ну, результаты, которые мы определяем Мы сейчас находим наиболее проблемные Вот результат мониторинга Это обозначение наиболее проблемных объектов Которые мы не сможем каким-то образом Или привести Или, вернее, не мы, а наши сотрудники И, соответственно, обозначаем эти приоритетные направления И будем уже отрабатывать их С помощью других, как говорится, рычагов Или воздействий Где-то помогать Где-то у нас это социально слабая группа населения Которая не в состоянии покрасить себе крышу Или ее отремонтировать Или еще как-то что-то Вот здесь уже, соответственно, будет помогать администрация Предпринимателей будем привлекать Для решения таких задач И, соответственно, задача будет выполнена Та, которая поставлена нашим главой Ну вот помимо внешнего вида На ваш взгляд, какие еще такие проблемы существуют в районе? Ну, у нас была очень суровая зима И очень потрепались, конечно, наши дороги И, соответственно, конечно, мы очень много усилий Потратим на ремонт и восстановление дорожного полотна Которое у нас в районе, ну, в связи с погодными условиями Пришло в негодность В рамках проведения этих работ Выделено краевое субсидирование на 140 миллионов рублей И ряд улиц войдет именно от первоочередных улиц Которые у нас находятся именно к этим зонам гостеприимства Ну и также всех остальных Именно для ремонта дорожного полотна Также город выделяет 4-5 миллионов рублей На ремонт, ямочный ремонт, который сейчас уже начинает проводиться На ряде улиц И, соответственно, дороги будут приведены в нормальное, надлежащее состояние По единому архитектурному облику У нас в районе было всего обследовано 8600 домовладений Из них к архитектурному облику Вот по нашим требованиям, которые мы предъявляем Не предъявлено где-то около 10-15% Так что это вполне реальная работа Которую мы выполняем однозначно Потому что не выполнить мы не можем Вот На нас, как говорится, равняется вся страна И поэтому эта работа будет выполнена однозначно, да Ну и еще наверняка у вас есть план таких накопленных вопросов Какие из них первоочередные? Ну, первоочередные, я вам скажу, это благоустройство, озеленение нашего района Это желание есть такое Сделать улицу Кирова пешеходной в выходные дни Чтобы наши жители могли свободно гулять И отдыхать с детьми там, с колясками, соответственно Вот Есть желание сделать также улицу Просвещения Тоже сделать ее какой-нибудь более привлекательной для наших жителей Потому что практически в Адлере очень узкая набережная Очень маленький объем именно для отдыха наших жителей Вот Значит, делать больше озеленения Больше зеленых скверов, парков Это вот в этом году Где-то в сентябре месяце мы сделали сквер Это подарок был городу Сквер желаний Это золотая рыбка Которая тоже была сделана с помощью предпринимателей Это сквер Бестужево Тематический сквер Который планировали сделать таким образом Чтобы у нас каким-то образом и сохранялась история И она, как говорится, не забывалась нами и нашими жителями Соответственно, там благоустроили и сделали клумбу книжка Видели, наверное, да? Вот Также была сделана у нас детская площадка Отремонтирована именно в этом районе Сейчас планируем благоустроить полностью Сделать благоустройство озеленения улицы Молокова Потому что одна из центровых наших улиц И вот из-за этих платанов Из-за той ситуации, которая там сложилась С нашими жителями Хотим сделать так, чтобы вот те зеленые зоны, которые там есть Они заиграли по-новому И район стал красивее Возможно, что-то еще новое будет в Адлерском районе? Ну, в основном пока вопросы благоустройства Да, то есть каких-то глобальных серьезных перемен мы не планируем Но в то же время основной упор сейчас будет делаться именно на озеленение Потому что мы очень много настроили Очень много у нас такой торговли, которая не устраивает никого И город, в том числе и руководство нашего города Анатолия Николаевича И, соответственно, будут приниматься меры для того, чтобы все-таки привести это К какому-то архитектурному облику Чтобы это была именно та изюминка То место отдыха, куда бы наши гости стремились попасть И каким-то образом запомнили надолго именно этот район Сочи Который заиграл бы по-новому и более красивым стал Удачи вам, удачи в этом направлении Ну и подготовка к курортному сезону Как обычно, она начинается задолго до самого сезона Адлер готовится уже к лету? Однозначно, все вот эти мероприятия, которые мы проводим сейчас Это и благоустройство, и озеленение, и ремонт дорог Это тоже подготовительная работа именно к курортному сезону Тем более за последние годы Это с 13, 14, 15, 16 года Практически фонд расселения, который у нас расселяли, где мы отдыхающих Он вырос в два раза То есть увеличились, во-первых, места для работы для людей Соответственно, занятость населения нашего увеличилась Ну и, конечно же, доходная часть той же самой района повысилась В связи с тем, что с 20 тысяч койко-мест мы увеличили до 42 тысяч Это очень серьезный показатель И, конечно же, это, как сказать, привлекет большее количество людей Соответственно, на нас наложат больше обязанностей По и вопросам жизнеобеспечения Это и водоснабжение, и электроэнергия Много-много будет выполняться мероприятий, которые связаны Это, соответственно, внешний вид здравниц, санаторий, с которыми сейчас ведется работа Это также дома отдыха, которые у нас, соответственно, сдают в наем Это внешний облик их, это покраски Это приведение прилегающих территорий к нормальному архитектурному облику Но еще и в разгаре сезон катания на горнолыжных курортах Как там дела? Туристов много? Туристов у нас много Официальные данные гласят о том, что 95% нашего фонда занято То есть практически мест свободных нет у нас То есть эта популяризация курорта привела к тому, что те работы и мероприятия, которые проводили в течение вот этих последних лет Выезды, соответственно, в другие регионы, привлечение, там, работа с компаниями, которые нам поставляют отдыхающих Соответственно, дала результаты И сейчас у нас 95%, еще раз повторюсь, занято номерного фонда Круглогодичный курорт Круглогодичный, да Сергей Иванович, вы дипломированный специалист по сервису и туризму Вы довольны работой этой отрасли в районе? Ну, сказать, чтобы доволен, нет Если откровенно, то у нас очень много вопросов И, к сожалению, к тем средствам размещения, которые у нас находятся в районе Недостатки сервиса, недостатки элементарных вещей Это приема, встречи, сопровождение наших отдыхающих И буквально недавно Анатолий Николаевич проведил совещание с нашими собственниками средств размещения И указывал на те недостатки, которые у нас, к сожалению, присутствуют Это и дороговизна наших номеров, и дороговизна тех услуг, которые мы оказываем И мы здесь, к сожалению, не на первом месте И вот эти все моменты, они приводят к тому, что отпугивает наших отдыхающих Соответственно, они принимают решение поменять курорт или еще каким-то образом прийти Поэтому работа в этом направлении ведется очень целенаправленно И задачи Анатолий Николаевич поставил четкие и правильные И мы будем идти, выполнять и заставлять все-таки просить И заставлять наши средства размещения о том, чтобы они все-таки смотрели Да, сегодняшняя цена это еще не факт того, что завтра приедут и по этой же цене у нас возьмут Потому что аналитика с зарубежными курортами показывает о том, что мы далеко не впереди И нам есть еще куда стремиться и как правильно работать Ну то есть есть рекомендованные цены и вы будете добиваться того, чтобы все их соблюдали Ну мы не рекомендуем цены, мы просто делаем аналитику и показываем о том, что Тот же зарубежный курорт, он дает ценовую политику гораздо ниже, процентов на 10-15 ниже, чем предположим ту, которую даем мы И соответственно тут житель же наш праве и отдыхающий выбирать то место, куда он захочет поехать И первое это ценообразование, да, то сколько у него, на что он потянет, он туда и поедет И соответственно не всегда в нашу пользу вот эти все решения Ну а как отреагировали предприниматели района на предложение, опять-таки поступившее от главы города Это брать на работу местных жителей, вот есть уже какие-то сдвиги, берут на работу местных? Берут, но в то же время мы же выдвигаем требования по квалификационности того обслуживающего персонала, который работает в гостиницах Мы увеличим эти требования и тут бы хотелось конечно обратиться и к жителям, чтобы жаловаться и сетовать могут все Но в то же время надо понимать о том, что тех работодатель, когда принимает себе на работу человека, он понимает о том, что он должен быть соответствующий квалифицирован И вот здесь конечно квалифицированных работников у нас не так много И поэтому хотелось бы, чтобы и наши жители стремились к тому, чтобы повышать свою квалификацию И соответственно конечно с работодателем ведется работа И однозначно мы настаиваем на том, чтобы наш житель был рассмотрен в первую очередь и имел приоритет при устройстве на работу Эта работа ведется и мы их периодически собираем и настаиваем на том, чтобы в первую очередь рассматривался конечно наш местный житель для устройства на работу Но в то же время надо и жителей не забывать о том, что надо учиться, совершенствоваться и каким-то образом тоже достойно выглядеть на рынке труда Ну то есть вопросы безработицы в принципе таким способом в какой-то мере решить можно Да, и мы решаем эти вопросы, тем более я еще раз заметил о том, что у нас практически вдвое увеличился номерной фонд И соответственно обслуживающий персонал он всегда нужен, востребован И это и с крупными курортами были проведены беседы, соответственно, это и Роза Хутор, и Горкий Город И они были приглашены на то же совещание, которое проводил Анатолий Николаевич И однозначно ставились задачи им о том, чтобы именно наш местный житель должен задействован быть в этом процессе Ну и отлично Ну и задача максимум для вас какая? Если, конечно, ставили ее перед собой Возможно, какие-то вопросы планируете закрыть в этом году, чтобы Адлерцам жилось еще более комфортно? Ну, основная задача администрации, это понятно, что развитие и курортной отрасли Это и развитие инфраструктуры, это и вопросы жизнеобеспечения Но основная задача сделать так, чтобы район оставался так же привлекательным, так же приятным для проживания для наших жителей Ну и, соответственно, и для отдыха наших приезжающих гостей Вот это, я считаю, основная задача, потому что это и бюджет, образующая наша отрасль Это и, соответственно, рабочие места Это и наше благоприятное пребывание в этом районе Спасибо вам огромное, Сергей Иванович Рады были видеть вас в нашей студии И вам спасибо Спасибо Напомню, гостем нашей программы сегодня был Сергей Петров, глава Адлерского района На сегодня все, будьте в курсе всех событий города Сочи И всего вам самого доброго Редактор субтитров А.Семкин